друзья всем привет сегодня шестой день с момента работы ультрафиолетовые лампы один день она не работала потому что я ездил менял сейчас вот две лампочки работают чуть-чуть укоротил саму эту штуку чтобы на контакт на железный низали вода если что не затекала вот почему такая зеленая вода сейчас да потому что у нас сегодня отключали электричество часа на три или четыре и короче ничего не работало завтра я думаю уже результат будет хотя ну то есть видно уже труба уходит туда днем она была почти прозрачная серая вода такая уже можно сказать чисто а из-за того что сейчас вот четыре или пять часов без всего она была рыба здесь ну плавала уже к верху подплывала воздух еще не хапала вы что можно сказать плюс ультрафиолетов лампы то что она очистила то что вода ну более качественно и соответственно долго держит себе хорошие свойства вот поэтому одно даже вот сейчас видно то что рыба активно и начала есть то есть когда отключили электричество все рыба прекратила есть просто плавает кругами вот а сейчас вот опять малек выпал вон там большие стоят то есть прозрачность воды хорошие вот вот они сейчас на глубине где-то 30-40 сантиметров но видно то что берега он просвечивается хорошо труба ну а как бы основа по трубе можно отслеживать как очищается я думаю что дня через два если все нормально будет не будет отключать у нас электричество на все будет работать вот мы увидим дно рыба плавает и все хорошо все устраивает на самом деле зелени почти нет такая вот вода то есть ну вот она цвет воды и нас настоящего как сейчас видно да вот это ее натуральный цвет а то что камера иногда приукрашивает в зелень на так что результатом доволен да действительно можно было изначально просто купить даже одну лампу на 36 ватт на такую длинную именно длинную чтобы долго вода проходила и она ее долго обучала вот то есть одну лампу можно было один мешок такой и все то есть можно было даже ультрафиолетовую лампу вот сюда вставить потом даже знаете как да уже ультрафиолетовую лампу и вот так сразу же в прут мешок и все по сути то есть исходя из этого да здесь у меня небольшие модификации наверно горит здесь дело не стал закрывать чтобы это было видно работа я покажу что я сделал я вот этот поднял чуть выше уровня воды потому что у меня здесь почему-то снизу взяла вот так через верх через верх перелилась и сюда бахнула это но заливать вода в компрессор вот поэтому я решил сюда поднять сейчас он работает чуть-чуть водичка выплевает остатки а за нато работает поменял вазонаторе что у меня теперь вот где утоплены это работает то есть утоплены они работают с 21 часа каждый вот с 21 часа до там 7 до 7 30 каждый полчаса днем она работать не будет вот потому что во-первых я хочу чтобы у меня все-таки растения здесь росли да он которая перенес ночью чем хорош озонатор да и аналогию правил потому что озон когда расщепляется с о3 на о2 это чистый кислород ночью соответственно что растения потребляют кислород что в пруду потребляют всякие вот эти вот зеленые водоросли кислород то есть им нужен кислород ну и вообще это ночью меньше кислорода становится вот а днем растениям нужен углекислый газ вот соответственно углекислый газ будет от рыб да просто от окошка проветривания вот да и в принципе днем здесь чтоб комфортно находиться что вообще не было запаха этого потому что компрессор все время работает нет смысла что там выпендриваться что-то думать вот так что такие дела рыба начала ближе к поверхности плавать кстати не вот я про озонатор сейчас говорил напишите свое мнение по моей идее что вы об этом думаете то что его на ночь допустим активно включать а днем ну не включать или включать там допустим днем на полчасика взять включите все интересно будет узнать ваше мнение что вы думаете об этом вот так что такие дела вот на поверхности трутся вода плюс 24 градуса сейчас холм на улице плюс 15 дожди начались вот поэтому чуть-чуть упала температура вот а из-за того что еще один момент из-за того что я сейчас озонатор озонатор выключу днем я могу полностью закрывать проветривание вот и чтобы теплица не нагревалась вот теплица нагревает сильнее соответственно вода прогревается сильнее все прогревается плит прогревается почва прогревается и такой как гидроаккумулятор получается на на ночь который очень хорошо сам себя отапливает вот такая вот водичка становится все равно в зелень как-то ну да камера ее перенастраивать зелень но она на самом деле она какого-то такого серого цвета вот так видно да серым даже отсюда видно вот как труба вот уходит вниз но чё будем наблюдать что будет дальше буду думать как вот с этой с переливом делать да прошло сейчас отключили воду ой воду электричество и у меня короче весь куб слился сюда ну он поднялся чуть выше уровня но все равно перелилась через край вода вот я вот думаю вот как вот этот перелив до рядышком еще дырку сделать соединить до соединить и через тройник продолжить дальше и от где-то вот в середине здесь сделать этот ну отверстие это под что под штуцер у меня который загоняет озонатор вот прямо в трубу у меня в трубе есть труба со штуцером вот чтоб сюда загонял конечно в перспективе я хочу вот трубку винтуре поставить чтобы ничего не думать а почему я хочу сверху сделать они снизу чтоб забор был ну чтобы она ровно держал уровень чтобы он никогда не перелился вот одна труба я сейчас пробовал справляется внизу закрыл полностью вот вроде справляется но как бы для страховки конечно лучше вторую сделать 2 либо одну 110 трубу прямо 110 сюда загнать и через нее выход тоже подскажите как лучше сделать прислушаюсь к вашему мнению потому что если вот изначально бы я сделал ультрафиолетую лампу за сколько за 4000 за сколько ее собрал на менее пришлось бы тратить столько денег на все это то есть по сути мне без загрузка не нужно куб не нужен мне нужно только ультрафиолетовая лампа и механическая чистка все азонатор тоже не ну а если еще сделать это на высоте до вот трутся вот если сделать ее на высоте то можно вообще сделать чтобы и без этого без компрессора чтобы работала просто как водопадик бы она стекала и все и был бы у меня задействован только один насос ультрафиолетовая лампа и вот эта сетка но как бы я хочу как я и говорил так как идея да одну бочку поставить у меня же есть да чтоб там биозагрузка была на дно поставить компрессор чтоб с нее перетекала в этот куб в кубу была биозагрузка но чтобы она не плавала водя просто лежала и через низ полностью вода вся утекала в трубу вот как бы такой вариант рассматриваю что вы об этом думаете тоже напишите комментариях будет интересно почитать ваше мнение ну и обсудить если интересно и конструктивно будет так что такие дела думаю что это на сегодня все как бы из нововведения нету за весь день устал как бы не особо есть что рассказать что-то делал дел будем короче наблюдать за изменением воды но ультрафиолет это огромное решение с минимальными затратами так что такие дела ладно все всем удачи подписывайтесь ставьте лайки комментируйте и увидимся в новых видео всем пока